Я приветствую всех, кто смотрит телеканал «Политвестник». Сегодня, как и было обещано, у нас в гостях известный политолог Андрей Пиантковский. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здравствуйте. К вам накопилось очень много вопросов, в основном от тех, кто смотрит наш телеканал, кто обитает в Фейсбуке, ну, в общем, интернетные люди, но, тем не менее, они выходят и в офлайн, и проявляют всяческую политическую активность. Итак, первый вопрос. В умах россиян назревает революция, или то, что мы наблюдали в мае 12-го, лишь первые всполохи народного гнева? А может быть, эти события не что иное, как нагнетание напряженности по чьему-то злому умыслу, а в Багдаде все спокойно, и люди всем довольны? Ну, вы знаете, большинство наших споров всегда о терминах. Можно, один назовет это революцией, другой, не знаю, всполохами народного гнева, но, что бесспорно, что можно отмести, по крайней мере, одну из версий относительно злого умысла, а события 6-го мая были неожиданны для всех, включая их организаторов. Я это могу вам сказать, как человек довольно близкий к оргкомитету. Общее убеждение, и такое самодовольное убеждение власти, и настроение разочарования среди оппозиционеров, они с вами сказали, что придет 10-15 тысяч, мы думаем, 10-15 тысяч придет, это хороший результат. Это сохранить ядро оппозиции тех людей, которые вышли в марте, ну, в марте же меньше было. Да, конечно, все уже подумали, что ждут. Ну, да, выше все получилось, да, проехали, как бы, да, 15 тысяч выше. Но результат был совершенно другой. И он удивил всех, он ответил, к вечеру 6-го мая мы знали ответы на два очень важных вопроса. Первое, сошла ли на нет волна протеста? Протеста, безусловно, нет, не сошла. Более того, она расширилась, и она расширилась не только вот количественно, но явно изменился и географический, и социальный состав протестующих. А, кстати, обещали, что приедет много представителей регионов, а их оказалось не так много. Вы знаете, много было, их снимали. Я сам шел в колонии Солитария, просто удивлен был, сколько их было. Это вот я шел там с училями из Рязани, с офицерами из Ярославля, и все говорили, как снимали, как жестко снимали людей с автобусов, электричек, поездов. Регионы, конечно, проявят себя еще в этом движении. В частности, вот мы собираемся посвятить митинг 12 июня как раз регионам. Если вы помните, вот на том митинге, пока не отключили микрофоны, было только одно выступление. И оно было совершенно блестящее, которое произвело на всех впечатлениях Дамажирова из Вологды. И повестка дня была совсем другая им задана, чем он говорил о реальных социальных проблемах. То есть политические требования к власти, они сейчас дополняются жесткими социальными требованиями. Уже никто не назовет это революцией норковых шуб, это такое массовое протестное движение. Что вызвало очень большое беспокойство, между прочим, у некоторых из вождей вот этой декабрской февральской революции. Может, мы и об этом тоже поговорим? Да, с удовольствием поговорим. Но сейчас второй вопрос. Отбросив конспирологию и только оперируя фактами, можно прийти к шокирующему выводу, что план Путина существует. И это фактически эвтаназия для России. Причем эвтаназия невероятно выгодна тому же Китаю. Получается, что Путин китайский шпион, а может он двойной, тройной агент иностранных разведок. В противном случае, почему к нему так терпимо относятся на Западе, зная о его грязных делах? Тут много вопросов в одном. План Путин, конечно, существует, он очевиден. Это пожизненная власть, его окружение и необузданное ничем личное обогащение. В частности, продажа ресурсов России, Сибири и Дальнего Востока Китаю, что сопровождается массовой демографической и экономической инвазией Китая на эти территории. Объективно, конечно, эта политика действует в интересах Китая. А Китай не скрывает своих долгосрочных интересов. Во всех китайских школьных учебниках очень большая часть российской территории помечена как исконно китайская. И знаете, когда я задавал китайским коллегам вопросы недоуменные, ну, я уже давно их не задаю, они мне отвечают, вы знаете, мы очень бедная страна, перепечатывать учебники, это нужно, знаете, там, несколько сотен миллионов. Китайская хидра. Да, у нас для этого просто нет ресурсов. Нет, конечно, он не шпион, он просто человек абсолютно без каких-либо убеждений. Он реализует вот эту программу, о которой мы говорим. Что касается Запада, ну, ведь мы же находимся в состоянии перегрузки, перезагрузки. А что такое перезагрузка? Это очень простая сделка, это транзит, американский военный транзит в Афганистан, а за это они гарантируют неприкосновенность путинских общиков на Западе. Ведь эта система, она такая, она не могла бы существовать без этого очень важного элемента, без компании «Абаравовича Михаус», без компании «Тимченко Гунвора» и десятков других, которые, что являются общаками российской политической верхушки. Да, они продают в Китае, но деньги-то они почему-то хранят не в китайских банках, а на Западе. Вот так функционирует эта система, и Китаю она нравится, и Западу она нравится. Юрий Белов спрашивает, вопрос к Андрею Пианковскому, как основному автору обращения «Путин должен уйти». Считаете ли вы это обращение все еще важным, или оно уже пройденный этап? Не стоит ли заниматься компанией активнее? Ну, это центральное обращение, а вот все, что происходит, пока оно не выполнено, оно актуально. И все, что происходит с декабря, это вот активная фаза реализации этого обращения. Путин должен уйти, но просто эту форму надо понимать гораздо шире, чем замену Путина на кого-нибудь Пупкина из его же бригады. Должен уйти путинизм, который еще 12 лет назад в одной из своих статей охарактеризовал как высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России. Мы перейти должны от путинского баханата к нормальной демократической республике, с нормальными выборами парламента, президента, со свободной прессой, с независимым судом. Этот путь прошли очень многие государства на всех континентах мира. И странно утверждать, что на это не способен русский народ, а это вообще стало таким основным аргументом около путинских либералов. Знаете, Путин, может быть, это и не лучший вариант, но не дай бог он уйдет и свободные выборы выберут каких-нибудь ужасных коммунистов и нацистов. Лучший из всех зол. Это последняя линия обороны пути. Вот вы посмотрите, когда бросили там Сурков после первого митинга, собрал всю эту пропагандистскую сволочь от Радзиховского до Шевченко, Кургиняна. И всем им даны были указания работать с разными литориями, скажем, Радзиховский с либеральной, Кургинян с державным патриотической. И обратите внимание, два человека, они очень непохожи, начинали они с одного и того. Да, извините, Путин, это, ну не будем произносить, что. Но, дальше начинаем. А кто? На Радзиховский продолжал, но придут ужасные нацисты и коммунисты. А Кургинян продолжал, но придут страшные либералы в ОГС Медведевым и полностью подчередлив. Да, не одна с Америки. Он даже воскликнул, да, Путин вор, но он строптивый вор. Он сопротивляется американской экспансии. А придут другие, которые... Поэтому, когда для прабандиста путинского невозможно уже отрицать, что Путин вор, извините. Но я бы на месте Владимира Владимировича задумался и над своим местом в истории, и над своим ближайшим будущим. Василий Крылов спрашивает. Как же это получилось, что вы от ясных мыслей, Андрей Андреевич, ушли к «Путин должен уйти» и прочей либерально-оппозиционной риторики? Фактически, зная все эти годы реальное положение дел, занимайтесь сакрализацией старого фейка подполковника Киже. Ну, я только сейчас объяснил, что Путин должен уйти. Это не о ничтожной персоне человека, у которого была агентурная кличка Моль. Это о системе сращивания денег и власти, которая была же рождена не при Путине, она возникла при Ельцине. Помните знаменитое письмо 14 олигархов, знаменитое интервью Березовского. Мы семь самых богатейших людей России, наняли Чубайса, мы обеспечили победу Ельцин, теперь мы должны идти в правительство и получать свои дивиденды. Вот где родилась эта система, а Путин был просто мелким ничтожным воришком при Сапчаке в путинской мэрии. А потом, в 1999 году, когда стало ясно, что эту систему уже нельзя защитить на свободных выборах, они призвали охранников своих из КГБ во главе с Путиным сохранять эту систему, обеспечивать безопасность Ельцина и всех олигархов. А для того, чтобы превратить этого, как было сказано, Киже, совершенно верно, в национального героя, была развязана Чеченская война. А чтобы война стала популярной, были взорваны дома, был организован поход агента Гору Басаева в Дагестан. Очень много чего было сделано. А Путин не изменился, он продолжил эту систему. Ну, там он заменил парочку олигархов, которые его не устраивали. Но основная эта масса осталась, и главное, пришло очень много других, путинских. Андрей Андреевич, я... Мы говорим еще раз, повторю, отвечу, это не о персоне Путина ежедет. Я очень многим задаю этот вопрос, и все дают разные ответы совершенно. У любого человека, для того, чтобы он жил, продолжал жить дальше, должно быть какое-то моральное оправдание собственного существования, некая философия собственного существования. Как вы считаете, философия путинизма в чем? Ну, мне трудно залезть в душу человека, но вы правильно причинули. Это у каждого человека, у самого законченного злодея существует некая психологическая защита, некая концепция, модель мира, в которой он объясняет законность, моральность, справедливость своих действий. Ну, я думаю, что Путин частично верит в свою пропаганду о том, что были чудовищные 90-е, а вот он пришел, он обвел порядок. Просто он забывает, что он порождение этих чудовищных 90-х, и он ураганил 90-е не меньше других, просто масштабы у него были не такие, как у верхнего слоя. Да вот напомним такую сценку, помните, ключевым моментом было смещение Скуратова, который подобрался к очень неприятным делам семьи Ельцина, счета его родственников. Ну, вы помните, как это было сделано, подбросили ему девушку определенного поведения, все это было заснято, но разразился большой скандал, там, дважды Совет Федерации отказывался Скуратова уволить, и вот подполковник Путин на экранах телевизора докладывал, что он провел экспертизу, да, действительно, это половые органы Скуратова на пленке. Не краснеет, спокойно, он служил этому режиму, сейчас он верит, он все время повторяет вот этот миф о чудовищных 90-х, лихих, которые, так они были продолжены им, и второй миф, в который он тоже, наверное, немножко поверил, что вокруг враги, которые хотели, натовские танки подползают к российской границе, американцы хотят расчленить Россию, отобрать ее богатство, которое все время переводят, даже два потока построил, северный и южный, чтобы гнать туда было сподручно, а вот он, Путин, защищает. Понимаете, когда сто раз повторяется одно и то же, в это начинаешь верить, особенно вот в эту пропаганду о Западе, который вот-вот расшленит Россию, и надругается над ее высочайшей духовностью, вот последние исследования социологические показали, что вот по всем внутренним вопросам пропаганда полностью обвалилась, так Путин вор, это повторяют даже, начиная с Кургиняна и Радзиковского, почему им задано, дано задание начинать с этого, потому что это уже спорить невозможно, но вот байкам про то, что нас вот-вот расчленят американцы, в это верит сейчас большая часть населения, ну, 24 часа вдавливается по телевидению, ну, вот я думаю, что немножечко в это верит и Путин, ну, вообще, да, чужая душа потемки. Александр Гнездилов спрашивает, в последние лет 10 вы неоднократно предсказывали скорый конец нынешнего режима, но пока ВОЗ и ныне там, почему эти прогнозы не сбываются? Ну, скорый я никогда не предсказывал, все, что я предсказывал, можно собрано. В моей книге «Третий путь к рабству» можно ее почитать, она и в интернете висит, но то, что этот режим не жизнеспособен, а самое главное, он несовместим с жизнью России, это сейчас очевидно стало большинству моих соотечественников. Понимаете, у каждого авторитарного режима есть примерно похожий цикл развития. В основе каждой авторитарной системы лежит какой-то изначальный миф. Например, в основе 70-летнего коммунистического режима в России был миф о Великой Октябрьской революции, о царстве, справедливости. Это была действительно такая ложная, но достаточно благородная идея, которая увлекала миллионы людей. И миф продержался 70 лет. В основе путинизма, такого мелкого симулякра этого большого, лежал миф о офицере-спецслужб, который защищает нас от террористов, взрывающих наши дома. Как этот миф был сконструирован, мы уже немножко этого коснулись. Штирлиц 21 века. Да, да. Ну вот вершиной коммунистического мифа была победа Советского Союза во Второй мировой войне. А вершиной, скажем, путинского мифа – это, я не знаю, что, маленькая победоносная война с Грузией. А потом исчерпывается энергия этого мифа, становится очевидна его ложь, и он вступает в стадию гниения и затухания. Это стадия путинского режима сейчас, она абсолютно очевидна. Так что вот скорой вы нигде не найдете, вот предсчитайте книгу «Третий путь». А сегодня я это слово произнесу. Я убежден в скором, по историческим меркам, падение путинского режима. Шесть лет ему править не удастся. Не получится. Галина Пичугина спрашивает, насколько близко к реальности оппозиция оценивает для себя деятельность возможной реакции Путина и его правительства? Как вы думаете, осознают ли лидеры оппозиции какие возможны последствия и просчитывают ли развитие ситуации или процесс идет по инерции? И какая стратегия оппозиции была бы наиболее продуктивной? Ну, возвращаясь к 6 мая, я скажу, что оппозиция, которую я себя тоже прочисляю, мы не можем утверждать, что мы руководим этим процессом. Этот процесс, понимаете, когда мы выводили там тысячу членов своих партий и сторонников на митинги, это можно было. Сейчас выходят десятки тысяч людей. У этого процесса, и это замечательно, есть своя энергия и своя динамика. Вот мы даже сейчас группу, которая занимается подготовкой митинга 12-й, мы сознательно называем оргкомитетом. Мы называем рабочую группу по координации. У нас нет амбиции руководить движением такого масштаба, когда оно начинает вовлекать уже широкие массы людей. Но как-то аранжировать, помогать инфраструктурно этому процессу, вот в этом и мы видим свою задачу. Что касается действий власти. Действия власти могут быть только одни. Это закручивание гаек и подавление этого силы протеста. Собственно, это было, я говорил о двух уроках шестого лет. Первый урок – это то, что протест не угас, он только расширяется. А второе, что ответ будет силовой. То есть, Путин будет сопротивляться до конца. Такой разъяленный слон в посудной лавке. Ну, у него нет стратегии выхода. Понимаете, он мог очень элегантно уйти и остаться очень богатым человеком, занимаясь какими-то замечательными вещами, например, руководя Международным олимпийским комитетом в 2004-2008 году. Сейчас поздно. Сейчас, но вся страна знает о его воровстве. Знает, причем не так абстрактно, а конкретно. Читайте книги Немцова и Милова, читайте очень интересные свидетельства инсайдера путинского круга, господина Колесникова, который сейчас на Запад. Ну, серьезные аналитики, отечественные, западные оценивают его личное состояние, то есть капитализацию тех структур, которые он, безусловно, контролирует, около 130 миллиардов долларов. Это делает его богатейшим человеком в мире. Ну, и кроме таких чисто экономических преступлений, есть еще целый ряд очень неприятных вопросов, на которых подсудимому Путину придется отвечать. Думаете, он будет подсудимым? Вот поэтому он и никогда не уйдет. Он никогда не уйдет добровольно, потому что он понимает, что, оставшись без иммунитета президента государства, оставшись рядовым гражданином, он будет выраженно отвечать на очень неприятные вопросы. Так это же игра на вылет, на убой, как говорится. Получается, что если его уходят, то человек не жилец. Вот в той книге, о которой я говорю, у меня есть такая статья «Воровской пароход», где предлагается, в общем, всей нашей элите подняться на роскошную яхту Абрамовича и уехать. Понимаете, нигде оппозиции нет людей, скажем, захваченных какой-то личной местью к Путину. Я его не знаю, и знать не хочу, у меня никаких личных проблем с ним не было, он меня не отбирал, нефтяные компании и так далее. Поэтому, конечно, мы предпочли бы, чтобы человек спокойно уехал за границу, на вилу беру склоне, к своей семье, которая давно на Западе, и наслаждался жизнью. Но ведь дело в том, что он никим гарантиям не поверит. Он задаст себе вопрос, ну хорошо, вот эти люди, которые сейчас формируют комитет национального спасения и предлагают мне свободный выход, да. Ну а кто будет в России через три месяца? Вполне вероятно, где революция, это очень динамичный период, там через три месяца в этой стране будут другие люди, которые мне ничего не обещали. И где гарантия, что они там не потребуют у правительства Италии, например, если я буду отдыхать на Сардинии, экстрадиции моей. А опыт обращения с бывшими диктаторами западных, союзников, показывает, что там никаких комплексов нету, они относятся к ним как к отработанному материалу. Поэтому вот трагедия-то в том, что он упустил, это его личная драма, но еще больше это трагедия страны, что он упустил возможность для того, что по-английски называется exit strategy, стратегия ухода. В связи с тем, что вы только что сказали, очень многие задают один и тот же вопрос. Если протест будет шириться и обстановка будет накаляться, будет отдан приказ стрелять? Да, Путин отдаст приказ без малейших колебаний. Но настоящий-то вопрос в другом. А будут ли силовые структуры выполнять этот приказ? Это зависит, впрочем, от количества митингующих. Так называемый чеченский батальон или паук? Ну да, это все есть и есть какие-то. Но, понимаете, в чем дело? Во-первых, сначала скажу вещь, которая мне представляется бесспорной. На массовые репрессии этот режим не способен. Потому что массовые репрессии, ну, в масштабах Сталинского Советского Союза или Гитлеровской Германии, они требуют громадного количества рядовых исполнителей. Причем не просто, так сказать, выполняющих приказ, но идеологически заряженных. Доносчиков Сталинского Советского Союза и Гитлеровской Германии было, наверное, не меньше, чем репрессированных. Мощнейшая идеологическая основа. Да, потому что была идеология. Миллионы людей верили в коммунизм и миллионы людей верили в Великую Германию. Ну, все продолжали, ну, ничего подобного здесь нет. Ну, чтобы не быть голословным, я сошлюсь, я сейчас это делаю. Несколько месяцев назад был поразительный совершенно блок на эхо Москвы. Филатова, он замкомандир Альфы. Ну, это такой консервативный державник, пишут такие отнюдь нелиберальные тексты. Но там он говорил об отношении к Путину и всей верхушке силовых структур. Он говорил, что процентов 90 людей их подзирает просто, как тех же воров, по той же причине, по которой Кургиняну и Ранзиховскому было дано указание, все свои пропагандистские речи в пользу Путина начинают, да, Путин вор, но. Поэтому массовых репрессий, массовых репрессий не будет. Что касается, Путин, конечно, способен на такой приказ, но 10 тысяч будет демонстрантов выполнить его приказ, там, я не знаю, тот же чеченский отряд или личная охрана. А 500 тысяч разбегутся. Поэтому зависит все от массовости протеста. Вообще, история последних двух лет подарила нам возможность наблюдать много примеров падения авторитарных режимов. Ну, прежде всего, на Ближнем Востоке и Северной Африке. Ну, и эта масса примеров дает и отечественная история, и падение царского режима, и коммунистического. События в Восточной Европе, по всему миру. Последние 20 лет десятки авторитарных режимов падали. Есть общая закономерность, что падение режима – это результат двух взаимосвязанных процессов. Массового протеста и раскола верхушки. Раскола верхушки, я имею в виду, самое полетбюро условного. Ну, вот, посмотрите, два примера. Египет. Все кончилось достаточно быстро, сравнительно малыми жертвами. Генералы сдали Мубарака. А потому что у них была вот эта самая стратегия выхода. Они его сдали, и они остались в власти. Ну, что там будет дальше в Египте, мы еще посмотрим. Но непосредственно вот в этой острой ситуации у них была такая элегантная стратегия выхода. И я даже был немножко удивлен, потому что, казалось бы, там еще должна была действовать такая военная корпоративность. Они же все там летчики в основном вместе сражались. Тут ничего нет, ничего лишнего. Только бизнес в таких ситуациях. А этот самый Осад держится. Он совершает чудовищные преступления. Ну, защита его России, это вообще позорно, но это не тема сегодняшнего обсуждения. Только Лавров смог защищать вот это убийство детей, которое произошло на прошлой неделе. Уже там французский президент, новый социалист, высыл посла. Он держится. Его не сдают генералы. Почему? Потому что у них нет этой страны. Потому что это одна сектор религиозная лавита. Это 10% населения. Они не могут сдать Осады и остаться у власти. Более того, остаться живыми. Поэтому в Сирии кончится самым страшным образом. В конце концов, их всех вырежут вместе с Осадой. Всю эту сектор лавитов, которые находятся у власти. Ну, вот где мы, к чему мы ближе? К Египту или Сирии? Хотелось бы, пока верхушка путинская. Потому что я имею в виду две части. И силовики, и так называемые либералы, типа там всяких Чубайцев, Волошиных, Шувалову, Мерковичей. Они держатся очень крепко. Я даже их назвал в одной статье «Путинские лавиты». Почему? Потому что они не видят для себя стратегии. Вот убирают Путина. На следующий день по телевизору фильм «Путин. Итоги». Мы узнаем все, о чем мы сейчас говорили. Очень хорошо. Но через день на том же телевидении не удержать. Будут фильмы «Чубайс. Итоги», «Шувалов. Итоги», «Дворкович. Итоги». Они связаны общим преступлением общего воровства. А пока что о Шувалове говорит только политвестник, как он украл 119 миллионов долларов. Ну, вы знаете, вы помните, за что был отправлен в отставку президент Федеративной республики Германии? Он что-то там на дом взял какой-то. Когда тут жене дают сотни миллионов долларов. Тут говорить нельзя. То, что Девушево морально расстреливают в любой цивилизованной стране. Восьмерки и даже двадцатки, которым мы принадлежим. Поэтому не надо говорить там о силовиках и либералов. Это одни и те же жулики и воры, как их предпечатал. Поэтому вот сто тысяч, говорят, недостаточно. Да, демонстрируешь. Но если бы там был реальный раскол, был бы достаточно и сто тысяч. Какая-то группа решила бы, что, ребята, хватит, надо собственной школы спасать. Пока верхушка держится. Но, опять же, будет миллион, начнется трещина. Они уже идут. Кстати, трещины пойдут скорее даже. У нас это будет, что интересно. Они пойдут не по самому верху, а по средним и нижним слоям силовых структур. Мы возвращаемся к той теме, что невозможно массовый прыг. Вот даже во время этих хождений по городу, я не очень активно в них участвовал, это дело скорее молодежи. Но вот они рассказывают, они же все время разговаривают с солдатами, с ОМОНовцами. Ну, это еще классическая большевистская пропаганда, разложение армии, разложение армии полицейских. И они по-другому уже на следующий день по-другому начинают относиться. Они видят, что это нормальные люди, а не американские агенты, как им там объясняли на полиции. Так же трещины неизбежны, они пойдут до самого верха. Поэтому вот это уравнение с двумя параметрами, функцией двух параметров, массовости протеста и трещины наверху. И, конечно, все это друг на друга влияет. 12 июня состоится очередной марш миллионов. Чего вы ждете 12 июня? 12 июня, я думаю, придет не меньше людей, чем 6 мая. Я думаю, что больше. Мы готовим манифест свободной России. Он будет вообще представлен средством массовой информации в ближайшие буквально дни, как бы привлечением на митинг, приглашением на митинг. На этом митинге, вот, как я надеюсь, 100 тысяч людей, которые туда придут, они примут этот манифест свободной России, который в самой жесткой форме требует немедленного ухода Путина от власти. Это, я снова возвращаюсь к такому вопросу, Путин должен уйти. Ну и там достаточно подробно аргументироваться, во-первых, что дело не в Путине, а в этой системе. Но избавление страны от этого персонажа, это, безусловно, абсолютно необходимое условие для демонтажа того режима правящей криптократии. В нем же дается ответ на вопрос, который очень часто задают. Я даже удивлен, что вы мне до сих пор не задали. Хорошо, а что дальше? Вот, день X, день X, Путин, благодаря какому-то счастливому сечению обстоятельства, сел там на морской пароход, на личный самолет, там, беру с коней, еще куда-то. Нет Путина, все, он подал в отставку. Вот, что дальше? Хаос начинается, без власти. Мы попытались достаточно подробно ответить на вопрос, прописав, ну, в самых общих чертах, разумеется, для такого документа, дорожную карту переходного периода. Задача в том, чтобы, понимаете, ювелирными средствами ликвидировать вот эту раковую опухоль путинизма и сохранить некую преемственность государственных структур. Путин уходит в отставку. По конституции что при этом происходит? Пример Минист становится исполняющим обязанности. Совершенно верно. Мы все понимаем недостатки этой фигуры. И, конечно, он не может быть реальным президентом России, но у него есть еще одна историческая возможность сыграть какую-то положительную роль во время этого переходного периода, двух-трех месяцев. Как раз вот это сохранение преемственности государственных институтов. Есть Дума. Вы скажете, она незаконная? Да, незаконная. Ну, давайте притворимся, что она частично законная. Кстати, она будет вести себя замечательно. Она будет шелковая. Весь опыт. И даже единоросс. Абсолютно. Они, эта партия развалится через несколько часов после ухода Путина в отставку. Половина этой фракции заявит, что они всегда внутри режима боролись с ним. И в душе были коммунисты. Ну, они там или коммунистами, или... Справедивая Россия. Куда-то они разбегутся. А тут и гадать не нужно. Так именно вели себя парламенты восточноевропейских стран во время революции. Хавилл был избран президентом и нагласным национальным собранием Числовакии на 100% состоящим из коммунистов. То же самое было в Польше. Кстати, об этих вот клоновых партиях. Правильно, это клоновые партии. Но тоже коммунисты, Жириновцы, Миронов. Но во время революции они ведут себя по-другому. Первое правительство Мазовецкого, первое не коммунистическое, было избрано как раз потому, что такие же клоновые партии. Они коммунистическое Польше назывались демократически-крестьянское. Они изменили Ярузельскому и голосовали за Мазовецкого. Главное уход вот этого поручика или подпоручика Киже. И дальше происходят некие технические операции в течение нескольких месяцев. Дума принимает новый избирательный закон демократический. Формируется новая избирательная комиссия. Через три месяца проводятся уже новые демократические выборы в Думу. Очень много людей говорят о справедливой необходимости учредительного собрания. Вот прямо хотел. Можно спорить по этому поводу, но мы предлагаем следующий путь. Для сокращения вот этого периода, согласитесь, что он все-таки такой болезненный, взрывоопасный, когда будет существовать, ну так, полулегитимная структура, тот же Медведев и эта Дума, нельзя растягивать этот период. Для сокращения можно вот на эту новую Думу и возложить функции учредительного собрания. То есть, это вновь избранная Дума. А что такое учредительное собрание? Собрание – это собрание, которое принимает новую конституцию. Фактически учреждает государство. Да, но государство, да. Вот эта новая Дума, избранная уже демократически, она принимает конституцию, в которой, безусловно, будут резко сокращены полномочия президента. Парламент будет играть решающую роль как в формировании правительства, так и в возможности проведения парламентских расследований. Но вообще, можно долго углубляться в эту тему. Я сказал одну принципиальную вещь, как, например, мне лично и многим моим коллегам видится вот этот вопрос распределения между президентом и парламентом. Вот наша идея в том, чтобы все экономические вопросы полностью вывести из компетенции президента. Экономикой занимается Думой и правительством, а президент занимается безопасностью государства. А вот часто спрашивают, кстати, может быть, президентская модель не для России все-таки? Потому что как президент, так сразу царь в голове, так сразу же божок, сразу же… Ну, правильно. Ты понимаете, это же что значит президентская парламентская? Я же говорю, это абстрактная вещь. А я вот говорю о каких-то очень конкретных вещах, как она будет названа, как она будет действовать. А как назвать, можно назвать президентско-парламентским, можно назвать парламентско-президентским. Вот уже никакая олигархия не возникнет, когда вся экономическая жизнь страны, она выведена, и она, во-первых, отделена от силовой составляющей, и выведена из компетенции президента. Президент отвечает, оборона, полиция, внешняя политика – это достаточно большая область. Я думаю, что для такой большой многонациональной страны институт президентства как символ единственного государства, он должен быть сохранен. Он существует и во всем… Весь вопрос о том, какой объем его полно. Так вот, полномочия его должны быть резко снижены. Парламент и Дума независимо во всей экономической жизни страны, независимо формируется правительство, президент. Ну, это некая грубая схема, над которой, конечно, будут работы эксперты. Ну и, разумеется, сроки. Есть два варианта. Мне, например, кажется, один срок в шесть лет. А есть параллельные варианции – два раза по четыре, без всяких там подряд. В чем преимущество одного срока? Даже опыт стран с достаточно зрелой демократии, в том числе и Соединенных Штатов, показывает, что когда вот два по четыре, последние два года первого срока президент занимается только избранием. Ну что, Обама сейчас делает… Это явно видно, скажем, на примере того же Обама. Когда человек избран на шесть лет, и дальше ему уже ничего не грозит, он концентрируется на заботе о государстве. На все шести лет. Да, на все эти шесть лет, а не о своем политическом будущем. Вот. И последний этап этого переходного периода – уже избрание нового президента. Так что, на этот вопрос работали крупнейшие юристы, включая вот Владимира Алексеевича Томсинова, заведующего кафедрой государства и права юридического факультета. На этот вопрос, а что будет? Потому что очень многие задают, и они как бы сказали, ну да, конечно, Путин отстой, да. Но вот он уходит, а дальше будет хаос. Да, кстати, вот Дмитриев, я его часто цитирую, такой человек власти, директор Центра статистических разработок при правительстве. Очень интересные у него доклады всегда, нет времени поговорить о всех. Я поговорю только о том, об одном его исследовании, он провел с историческим исследованием людей, которые голосовали за Путина. И он был шокирован, он прямо это говорил, я слушал его на Эхо Москва, он был шокирован сенсационным результатом. Выяснилось, что они очень плохо относятся к Путину, те, которые голосовывают. Они начинают вот с этого классического, да, Путина, бог. А потом говорят, но. А в чем но? А за кого же голосовать? Не за Зюганова же и Женос? Ну, значит, так отобраны были для этого сделать. Все для этого сделать. Это первое. А второе, вот тот, на котором еще. Ну да, а что же будет? Будет же полный хаос после и так далее. Это очень важный вопрос, на него надо отвечать. И вот этим манифестом свободной России, который мы представим на митинге и утверждение, мы как бы определяем направление того, что мы называем в этом манифесте, это так и прописано, мирной, русской, мирной антикриминальной революции 2012 года. И последний вопрос. Задают вопрос, что же будет с Родиной и с нами в ближайшие месяцы, поскольку летом ожидается повышение цены на ЖКХ, и сейчас Россия фактически вступает в период экономического и политического кризиса. Осенью заработают замечательная, в кавычках, реформа образовательная и так далее. И обстановка явно накалится. Что будет? Ну, я бы добавил еще два внешних фактора, которые будут не менее весомые, чем те, которые, что вы перечислили. Ну, во-первых, 17 июня в Греции будет референдум, извините, парламентские выборы, мы так говорили, мы говорили, референдумы. На котором победит крайне левая партия, очень харизматичным лидером Цитрусом, который категорически отвергает заключенные соглашения с ЕС. Это приведет к выходу Греции из зоны евро. Ну, самые скромные подсчеты между аналитиков показывают, в частности, то, что нас больше всего интересует, что сына нефти упадет до 80 долларов. Кроме того, очень серьезные процессы идут в Китае, нет времени о них подробно говорить, скажем только, что явно они ведут к замедлению. Такие темпы роста, там, 9-12, ну, это только было на первых этапах индустриализации в Сталинском, Советском Союзе, они просто не могут поддерживаться. Китайцам, возможно, удержать это на уровне 5-6, но это тоже приведет к падению спроса на сырьевые, оцелевые цены. Ну, плюс еще осланцевые газы, которые вообще полностью меняют картину на газовые. То есть, для нормальной экономики это были бы серьезные вызовы, а для путиномики это просто катастрофа. Поэтому социальная составляющая, которая присутствовала на митинге 6-го и напугала очень многих таких околосистемных либералов, она будет нарастать. И вот эта взрывная смесь социальных и политических требований, она поведет к резко увеличению количества протестующих. А дальше же по той общей схеме падения авторитарных режимов, о которых мы говорили. Миллион протестующих, трещины по всей системе, трещины на самом верху, окружение сдает диктатора. А вот на этом мы приготовили дорожную карту переходного периода. А когда она будет опубликована? В самые ближайшие дни. Спасибо вам, Андрей Андреевич. На вопросы Политвестника отвечал политолог Андрей Андреевич Пиантковский. Смотрите Политвестник.